За ненадлежащую организацию детской экскурсии ведут уголовную ответственность. Новшество в законодательстве в сфере туризма коллегам разъяснила Ирина Шиховцова, гендиректор Екатеринбургского турцентра. Выступление прошло в рамках второго сургутского туристского форума. На каждые восемь детей должен быть один взрослый сопровождающий, который прочтет юным туристам инструктаж. Если детей более 30, в путь с собой обязательно нужно взять медицинского работника. При ЖД-переезде должно быть организовано горячее трехразовое питание. Туроператор, отправляя детей в поездку, должен подать информационное письмо в Роспотребнадзор о выезде организованной группы. В противном случае это будет считаться нарушением федерального закона. Новые нормы касаются и автобусных перевозок. Например, транспорту должно быть не больше 10 лет. Специалист из Екатеринбурга сама съездила в экскурсию с ургутскими детьми, чтобы оценить ситуацию изнутри и подсказать коллегам, какие недочеты предстоит устранить. Насколько я вчера поняла, что есть только одна транспортная организация, у которых три автобуса, и которые перевозят детские группы. Все остальные или не хотят, потому что это невыгодно. Потому что заказ на экскурсионные детские туры, это может быть раз в неделю, раз в месяц. Это нерегулярный тур. Вахтовый метод, вахтовики, которые у вас выезжают, это постоянное регулярное, видимо, наполнение транспорта. И более охотно ваши транспортные компании работают в этом направлении. Им не надо нести никакую ответственность, не надо иметь спутникового оснащения ГЛОНАСС, не надо там ремни безопасности, не надо подавать сведения в ГАИ, чего боятся очень многие автотранспортные организации, потому что они могут не пройти техосмотр. В Югру каждый год приезжают полмиллиона туристов, около 10 тысяч из них иностранцы. Самой большой делегацией была делегация из Швейцарии. В их числе банкиры, врачи, чиновники, работники культуры. Они, по словам принимающей стороны, были в восторге от возможностей и красот нашего региона. 25 тысяч югорчан работают в туристической отрасли. Гостиницы за минувший год оказали услуги на сумму в 2 миллиарда рублей. А чисто туристических продуктов продано на 1 миллиард 700 тысяч. Вот это цифры, которые говорят о том, что это уже экономика. Ей нужно заниматься. Округ большой, интересов очень много, начиная от этих водно-болотных территорий до лесных массивов Советского района и нашего приполярного Урала. Плюс города. Города все как конфетки. Вы знаете и Сургут, и Лентор, и Когалым, и Покачи, и Лагипас. Лагипас. Назовите любой город, он весь красив, уютен, с удобной инфраструктурой. Есть места, где разместиться. И рядом островками существуют, скажем, элементы туристической отрасли. Это наши базы, это стойбище, объекты показа промышленные. Но их, к сожалению, маловато. Вот здесь нужен инвестиционный потенциал, чтобы должны вложиться. Продолжение следует...